Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Леонидов Владимир, и сегодня в этом уроке мы нарисуем вот такой вот злой смайлик. Итак, начнем. Основа всего это, конечно же, окружность. Нажимаем F7, либо выбираем из панели инструментов инструмент Ellipse, зажимаем клавишу Ctrl и рисуем соответствующую фигуру. А сразу же сделаем копию. С зажатой клавишей Shift поднимем вверх и немножко вправо. С помощью интеллектуальной заливки создаем новый объект. Вот здесь вот. Копию удаляем. Сдвинем пока что в сторонку нашу заготовку и нарисуем два глаза. В первую очередь нарисуем Ellipse побольше. Сразу же раскрасим его с помощью фонтанной заливки. Радиальный тип. И подправим с помощью интерактивной заливки. Так, вот здесь вот не хватает еще одного маркера. Давайте все же белый сделаем в центре. Так. Снова Ellipse. Зажимаем клавишу Ctrl и рисуем окружность. Сразу же сделаем копию. Копию с зажатой клавишей Shift уменьшим. Сразу же зададим черный цвет. Черную заливку для копии. Большую окружность раскрасим с помощью фонтанной заливки. Снова радиальный тип. Так, здесь цвета коричневые. Так. Так, так, так. 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 Окей Зловый довольно смайлик Будет Ничего Нарисуем еще одну окружность Это будет у нас Блик белого цвета Зададим для него Прозрачность Однородную Пусть 50% и останется Сгруппируем Немножко уменьшим Нарисуем для нашего смайлика Брови Для этого воспользуемся Инструментом четырехугольник Дальше обработаем его С помощью инструмента форма Так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь особых ухищрений не будет. Раскрашиваем их в черный цвет. Вот здесь можно подправить немножко. Так... Теперь раскрасим окружность. Заливка фонтана и тип радиальной. Так, от желтого... К оранжевому. Так, окей. С помощью интерактивной заливки я немножко здесь подправлю расположение маркеров. Ее можно вызвать, нажав клавишу G английскую. А теперь нарисуем смайлику нижнюю губу. Это удобно сделать с помощью четырехугольника. Сглаживаем его. Переводим в кривую. Вот здесь вот разъединяем кривую. Удаляем лишние... Так... Узлы... И вот сюда вот выгружаем. Сделаем абрис потолще. Так, давайте попробуем полтора миллиметра. И преобразуем его в объект. Упорядочить, преобразовать абрис в объект. Команда. Теперь нам нужно чем-то залить вот эту вот часть. Либо можно сделать здесь новый объект. Либо подправить окружность. Здесь задав узел. Здесь. Ну, естественно, ее нужно перевести предварительно в кривую. Сделать эти узлы гибкими. И вот так вот сделать выпуклость. Плюс этого момента в том, что у нас заливка. Она не будет иметь резких вот здесь вот переходов. Как было бы, если бы мы нарисовали новый объект. Даже если бы мы точно там все подгоняли. Потому что это фонтанная заливка. И резкий переход был бы виден. Добавим смайлику круги под глазами. Для этого нарисуем с помощью эллипса соответствующую фигуру. А с помощью интеллектуальной заливки создадим новый объект здесь. И раскрасим его в темно-оранжевый. И аналогично для этого глаза. Так, вот что у меня получилось. Я это в паузе сделал. Чтобы время сэкономить. А теперь создадим имитацию небритости. Для этого нам понадобится создать новый объект. Проще всего это сделать с помощью вспомогательной кривой без Е. Возьмем в буфер обмена линию, которую у нас рот обрамляет. Вырежем. Воспользуемся интеллектуальной заливкой. И тут же вставим. Вспомогательную линию уберем. Белый объект раскрасим в черный цвет. И зададим прозрачность. Однородную. Так, побольше. Теперь сделаем копию. Выберем заливка текстурой. Есть здесь текстура, биология. Либо трехцветный выбирайте, либо пятицветный. Но в обоих случаях здесь должны быть темные оттенки. Так, ну не совсем, конечно, такие. Посвет... Так, давайте все же пятицветную. Ну-ка, ага, вот так. О-кей. Если она легла как-то так, что вам не нравится, то отрегулируйте ее с помощью интерактивной заливки. Так, пока мест давайте сгруппируем. Сторонку отодвинем. Это дело. И нарисуем бабочку для галстука. Точнее, для костюма. Четырехугольник. Затем заливка сетки. Убираем все узлы, которые можно убрать. Так. В принципе, бабочка она вся черная, но нам нужно создать две складочки. Так, поэтому добавляем вот здесь вот узел. Вот здесь. Вот здесь. Здесь и здесь. Добавляем. Так, здесь. Добавим здесь. И вот здесь. Закрасим все в черный. Теперь. Раз, два, три. Так, вот здесь вот даже еще одно пересечение сделаем. Раз, два, три, четыре. Выбираем. Так, давайте для него зададим. Вот такой вот оттенок. Теперь вот эти вот узлы. Раз, два, три, четыре, пять. И для них точно такой же. Добавляем. 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 Закруглим углы. И добавим градиентную заливку с определенными настройками. Сгруппируем, уменьшим. И вот на это место выдрузим. Так, сам костюмчик можно сделать поярче. Нам осталось нарисовать шляпу. Приступим. Начнем с четырехугольника, переводим его в кривую. Сегменты делаем гибкими. Вот здесь вот создаем еще один узел. Здесь он будет гибким. Так, прошу прощения. С помощью клавиши shift выделяем два узла. И с функцией отражения они должны вот так вот разойтись в стороны. С помощью линии без Е добавляем вот сюда вот дополнительный элемент. Абрез сделаем потолще для него и переведем в объект. Далее добавляем кривую без Е и, как вы уже наверное догадались, создаем новое объектное основание пересечения абрезов. Еще один объект, ellipse, переводим в кривую. Немножко подрегулируем. Раскрасим. Здесь фонтанная заливка. Черный, белый. Черный. Так, здесь тоже фонтанная заливка. Цвета. 250, 225 и 115. Здесь второй цвет. 140, 110 и 40. Так. Минус 90 градусов здесь задаем. И здесь точно такая же заливка. Давайте сгруппируем. сгруппируем. И на наш смайлик оденем. сгруппируем. Нажимаем ctrl page down и вот здесь вот макушку для смайлика немножко подправим. так, 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 так. Ну вот здесь вот парочку узлов добавим. сгруппируем. Сдвинем. Вот так. Завершающим штрихом будет создание сигары. Но сигару мы уже рисовали в одном из уроков, поэтому не будем повторяться. Я просто скопирую ее. так, вот она. Единственное, нам здесь надо подправить, во-первых, ее величину. Во-вторых, дым у нас здесь должен идти вверх. И сама сигара как-то должна быть все же зажата под губой. Как это сделать? Это сделать легко, если поместить в контейнер. Попутно отмечу, что в шестой версии работа с контейнером стало намного лучше, чем в более ранних версиях появились новые функции. Так. Помещаем ее сюда. И вот здесь вот в частности появилась опция подогнать содержимое. ставим пункт «Центрировать содержимое» и вот у нас она по центру располагается. так, да. Давайте все сгруппируем, добавим фон и еще я убрал абресы. На этом давайте закончим урок. Жду ваших пожеланий и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok